Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировских предпринимателей обяжут подсвечивать вывески. Требования по обязательной подсветке поддержали и депутаты Гордумы. Оно появилось в новых правилах внешнего благоустройства. Подсвечивать необходимо будет вывески, длина которых превышает один метр. По данным городадминистрации, новое требование будет распространяться на вывески, размещенные с 1 января 2028 года. Напомню о том, что Киров хотят сделать светлее за счет бизнеса и его вывесок, заговорили в конце прошлого года. Тогда предприниматели задавались вопросом, а будут ли какие-то льготы в части оплаты электричества для них. Экономика. Конкурс на разработку проекта строительства тоннеля в Нововятске приостановлен. Это связано с поданной в УФА с жалобой, пишет источник онлайн. В журнале о событии и закупке отмечено, что жалоба, поданная некой князевой Ольгой Николаевной, находится на рассмотрении. Итоги конкурса должны были подвести 27 февраля. Заявки на участие принимались до 20 числа. За разработку проекта власти готовы заплатить 127 миллионов рублей. В эфире «Экономика». Производственных процессов стали представители холдинга «Здраво» и Кировской фармацевтической фабрики. Стоит отметить, что сотрудники обоих предприятий уже проходили обучение на фабрике производственных процессов. Проходит учеба в формате деловой игры. За три игровых месяца участники должны достичь минимальных затрат на договоры максимальной прибыли для предприятия на примере процесса закупки материалов. По итогам обучения обеим организациям удалось заключить пять договоров, снизить их себестоимость и увеличить прибыль более чем на 5 миллионов рублей в месяц. Напомню, что стать участниками нацпроекта могут предприятия Кировской области с выручкой более 400 миллионов рублей в год и относящиеся к обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, торговле, транспорту или строительству. Подробности на сайте регионального центра компетенций Кировской области. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Продолжение следует...